О главных новостях данному часу уже готовы рассказать я и мои коллеги. Приветствуем всех. Постоянный представитель России в ООН Витарий Чуркин высоко оценивает дипломатические усилия, которые прикладывает международное сообщество для урегулирования конфликта в Сирии. Тем не менее, он считает, что путь урегулирования сирийского кризиса будет очень трудный, потому что разные игроки имеют разные представления о том, как двигаться дальше. Кроме того, Паспред подтвердил возможность внесения в Совет Безопасности ООН резолюции по действиям Турции в отношении сирийских курдов. Если эти действия будут продолжаться, наверное, речь зайдет о документе Совета Безопасности, в котором уже соответствующим образом будет изложена эта позиция. Министр сельского хозяйства Крыма Виталий Полищук ушел в отставку. Об этом стало известно на заседании Госсовета Республики. Чиновник оставил свой пост по собственному желанию, о чем он лично объявил всем присутствующим. Решение об увольнении уже подписал глава Крыма Сергей Аксенов. Большое всем спасибо за работу. Плодотворно 2016 года. Спасибо. Представили депутатам и нового министра. Андрей Григоренко, уроженец Ялты, подполковник в отставке. В сельском хозяйстве по России работает с 1992 года в Московской области, Рязани, Пензе и других регионах. Окончил Академию народного хозяйства и госслужбы при президенте Российской Федерации. Министерством сельского хозяйства я изъявил желание помочь своей родине, включиться вместе с вами в работу по восстановлению, наведению порядка в отрасли. В Государственном Совете прошло первое заседание новой сессии. Наконец-то депутатам удалось принять решения, которых крымчане ждали очень давно. Одним из них стал закон, называемый в народе дачной амнистией. Какие еще основные изменения произошли в законодательном поле республики, подробнее расскажет Александр Губарев. Одной из главных тем сессии также стало обращение к Федеральному собранию. Крымские законодатели попросили у своих московских коллег, первое, запретить работу коллекторов в России, и второе, запретить банкам переуступку прав требований по долгам, хотя бы до тех пор, пока в стране не примут законы и поправки, описывающие процедуру погашения кредитов крымчанами. Примерно около 300 тысяч крымчан являются пользователями кредитов разной величины. Мы же об этом говорили, что многих жизнь загнала просто в угол, и мы не могли на это реагировать. Это наша совместность с главой республики, такая консолидированная позиция. Мы просим отсрочить все эти выплаты для тех, кто не может этого сделать, до 2018 года, на два года. Еще один важный момент для жителей Крыма. Наконец-то принят в двух чтениях закон, который на полуострове уже прозвали дачной амнистией. Он предусматривает упрощенную государственную регистрацию недвижимости. Теперь, чтобы узаконить здание, нужно собирать гораздо меньше бумаг, а основным документом станет право собственности на землю. Но под такую упрощенную схему попадают не все объекты. Ограничения по участкам это индивидуальное жильестроительство, либо личное подсобное хозяйство. Ограничения по объекту это не более трех этажей и 300 квадратных метров. Особую реакцию в зале вызвал отчет комиссии по дошкольному образованию. Так, депутатская проверка показала, что общая очередь в детские сады в Крыму оказалась большей, чем изначально озвучивалась. Сейчас занять свое место в учреждениях не могут около 29 тысяч детей. При этом самая катастрофическая ситуация в столице – 12 тысяч очередников. Больше всего преуспели в устройстве маленьких крымчан в Черноморском районе, не отстают в Кировском, Красногвардейском, Белогорском и Сакском районах. Там появилось от 200 до 400 мест за прошлый год. Есть и плохо сработавшие регионы. Нечем похвастаться. Советскому району 20 мест, Первомайскому 43 места, Джанкою места не были введены в 2015 году, Саком 25 мест, Ялте 30 мест. И снова отдельное упоминание требует Симферополь. Дело в том, что проблема в Симферополе выходит из ряда, ну как особенно сложная. Всего в 2015 году в Симферополе было введено 185 мест, из которых 85 приходится на группы сокращенного дня. Вот выражение «капля в море» в данном случае как нельзя уместно. Спикер Владимир Константинов отметил, что главная проблема многих местных органов власти – они сами не выискивают варианты, а ждут, когда строить детские сады им начнет федеральный центр. Хотя тот же самый Черноморский район, кроме средств от своих кураторов, выделил больше 9 миллионов из собственного бюджета. И таким образом почти полностью решил проблему очередей. Теперь же, заявил Константинов, всем городам и районам Крыма стоит готовиться к ежеквартальной проверке их работы по дошкольному образованию. Александр Губарев, Игорь Романенков. Время новостей. Прокуратура Крыма возбудила два уголовных дела по фактам противоправной деятельности, которой причастны глава администрации Бахчисарая Владимир Верховод и председатель горсовета Юрий Гуляев. Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, чиновникам инкриминируют рейдерский захват имущества предприятия по производству битумных смесей на сумму свыше 9,5 миллионов рублей. Также указан факт хищения бюджетных денег, выделенных на строительство водопроводных сетей на сумму более 3 миллионов рублей. Напомним, видео со скрытой камерой, установленной в кабинете чиновника, было размещено в сети YouTube накануне. В сюжете приводили свидетельства давления Верховода и Гуляева на предпринимателей. Наталья Поклонская также направила информацию на имя главы республики о необходимости организации контроля за расходами главы администрации Бахчисарая. Причина – отсутствие данных об основаниях возникновения накоплений, на которые приобретен дорогостоящий автомобиль, и осуществляется содержание четырех квартир в городах Бахчисарая и Севастополя. 20 февраля с 8 до 11 часов симферопольцы во гостей столицы просят воздержаться от поездок на личном автотранспорте по улице Павленко в сторону парка имени Гагарина. Это связано с празднованием Дня защитника Отечества. В 9.30 в парке начнется возложение цветов и венков к вечному огню на могиле неизвестного солдата. Праздник продолжится в 11.00 в Государственном академическом музыкальном театре Республики. Там будет концерт. Кроме того, с 9 до 13 часов на площади именно Ленина пройдет выставка военной техники и вооружения спецтехники МЧС. В Симферополь доставлен первый в России мобильный медицинский комплекс для оказания скорой помощи. Он оснащен всем необходимым. Мобильный комплекс может работать от сети и от бензинового генератора. В крайнем же случае автономно от аккумулятора в течение трех часов. Как комплекс поможет медикам, узнавала Анжелика Завгородняя. В автобусе есть все необходимое для реанимационных и даже операционных действий. Комплекс оснащен розетками, кислородными баллонами, дефибрилляторами и носилками. Республика Крым – первый регион Российской Федерации, который поступил данный передвижной мобильный модуль. Скажем так, что данный передвижной модуль Крыму нужен был, необходим. Сейчас ведутся работы к тому, чтобы данный передвижной медицинский модуль стал на боевое дежурство. Эти палатки предназначены для распределения пострадавших и оказания медицинской помощи. А в случае необходимости немедленной помощи внутри автобуса предусмотрены пять мест для пациентов. Здесь есть модули для оказания помощи людям, получившим в травмы различной степени тяжести. Например, такие модули предназначены для тяжело раненых. У каждого модуля имеется аппарат искусственной вентиляции легких, имеются препараты инфузоматы для вливания медицинских препаратов, имеется следящая аппаратура, имеются электроотсосы. А здесь оказывается анестезиологическая помощь и проводится оперативное вмешательство. Но перед тем, как попасть на операционный стол, каждый больной проходит санитарную обработку. Специально вот эта мобильная ванна с канализацией отдельной и с подачей воды. Он обрабатывается от сажи, от грязи, которые могут быть испачканы в результате произошедшего чрезвычайной ситуации. И после этого больной уже идет либо в реанимационный блок, либо на операцию. Место проведения операции полностью оснащено новейшей аппаратурой, электроотсосами, дефибрилляторами и устройствами для кардиограммы. Делаем заряд. Он проявляет набор энергии. Готов к дефибрилляции. Все нам рассказывает, что он готов. И после этого нам только нужно взять контакты, положить на грудину, на верхушку сердца и сделать удар. Мобильный комплекс значительно упростит работу врачей и позволит им оперативнее оказывать любую медицинскую помощь пострадавшим. Действительно с этим модулем намного удобнее будет работать с большим количеством пострадавших, потому что удобнее вывозить сразу большое количество, чтобы не подавать большое количество транспорта. Мы можем сразу за один раз вывезти четыре тяжелобольных пациента. В ближайшее время медики скорой помощи будут обучены работе с комплексом, а также пройдут учения для точной координации действий в случае необходимости. Анжелика Завгородняя, Роман Анайнин. Время новостей. И установку памятника Екатерине II в Крыму поддержат автопробегом. Таким образом, организаторы планируют привлечь меценатов для установки памятника в императрице в Старом Крыму и Феодосии. Мероприятие состоится уже в июне. Пробег стартует из Санкт-Петербурга, пройдет через населенные пункты, где останавливалась Екатерина II, и продолжится по территории Крыма. По понятным причинам Украину будут объезжать. Напомним, с инициативой возродить памятник Екатерине II в Симферополе в марте этого года выступила Крымская общественная организация «Русское единство». Был объявлен общероссийский сбор средств на восстановление памятника. Это последнее сообщение выпуска. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова